Друзья, тихо, не спугните, пингвины делают тай-чи. Бежали куда-то, вот и бегите, молодой человек. Друзья, у меня сегодня не бег, а какой-то новогодний просто аттракцион иллюминицион. Никогда я не бегал в таком месте, как парк Краснодар, потому что я, собственно, не был никогда в Краснодаре. Но что конкретно я имею ввиду, это то, что столько иллюминации здесь, это просто вот, ну приятно, скажем, приятно бегать. Не знаю, насколько это целесообразно тратить из городского, там, областного бюджетов, но тем не менее, мне, вот лично мне, приятно побегать в парке Краснодар, города Краснодар. Друзья, тихо, не спугните, пингвины делают тай-чи. Друзья, тихо, не спугните, пингвины делают тай-чи. Друзья, тихо, не спугните, пингвины делают тай-чи. Друзья, я не совсем понял, где я нахожусь. Это какой-то непонятно какой, что-то вроде реактора, которым является непонятное дерево, у корней которых плавают какие-то непонятные мне, вот видите, поплыва, какая-то непонятная мне белая рыба. Белая и красная рыба, я не знаю, что это такое, карпы, не карпы. В общем, конечно, выглядит это интересно, я такого никогда не видел. То есть какая-то конструкция с деревом, с водоемом, температура воздуха плюс 4, пробежка в парке Краснодар отличная. Помимо всего прочего, здесь еще все это окружено стеклом. То есть это довольно-таки так по сказочному, как-то по космическому сделано. Как знаете, некоторые люди считали, что предки славян прилетели на Землю из космоса. Вот это, видимо, остатки того самого корабля, на котором они прибыли на планету Земля. Оно, конечно, сделано красиво, но такое чувство, что автор начал повторяться. То есть уже второй или третий, как это назвать, комплекс, какой-то арт-комплекс выглядит примерно одинаково. То есть стоит дерево посередине и вокруг него все завязано.